Всем привет, друзья! С вами Барон. Ребят, давненько уже не было обычной игры, то есть я всё прохожу квесты да квесты, в принципе, они мне уже тоже немножко надоели, потому что сейчас идут достаточно трудные такие квесты, например, угнать там, я не знаю, машины, обокрасть 10 домов или ещё что-то, то есть такие вот дела. Например, сейчас я выполняю квест обокрасть 10 домов. Ну, не знаю, за этот аккаунт я особо сейчас не играю, как бы, Сергея Гарсима, вот, то есть я про него немножко забыл, я тут уже, кстати, младший сержант полиции Сан-Пьера, на выходных меня повысили, и я решил поиграть, чтобы на следующих выходных тоже было у меня повышение, потому что так скажут, типа, я там не работал, хотя я так иногда заходил там, вот, покатался и вышел, то есть, ну, не на запись, насчёт снимать, чтобы, вот, кому ПД, ребят, нравится, как бы, я буду снимать, но немножко позже, как хотя бы дойду до квестов. А ещё сейчас мне говорят то, что в квестах есть квест развлечения, за него дают 100 тысяч вирт. Ребят, это я знаю, мне уже писали неоднократно, как бы, то, что барон, проходи квест развлечения, он лёгкий, тебе дадут 100к. Пока что я не хочу его проходить, я хочу всё по порядку, как бы, то, что будет сложно, например, там, вступить в ФБР, я этот квест пропускаю сразу, то есть, потому что тогда видео с квестами не выйдет месяца, может, 3-4, потому что пока в ПД там, не знаю, разовьёшься, да, пока там, то пока это. Так что, ребят, такие вот дела. У меня, ребят, всё ещё там, где-то, я не знаю, на улице что-то сверлят, я не знаю, пилят, так что, если вы будете слышать какие-то звуки, извиняюсь, то есть, там уже жесть просто. Потому что пилят уже где-то с утра, и, не знаю, даже когда снимать, они там на минут 15 прекратят, потом опять, 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 и вообще хер знает, как снимать видео. Вот так, двояк стоит, я не знаю, кстати, что он тут стоит, он не едет никуда, что там фура стоит, двояк стоит, вообще жесть. Так, ну давай, ну ё-май, ну чё, блин, побил. Кстати, у меня вроде машина ещё 99-го года, да? Да, 99-го года, я её ещё не разбил, не разбиваю, стараюсь ездить аккуратно. Ну, как бы, вот, фару только побил немножко, ну ладно, в принципе, это не так важно. Так. Ребят, всё у вас, ну, у некоторых из вас накалился такой вопрос, как бы, про Tomb Raider. Вообще, сколько там частей будет, и какая будет другая игра. Насчёт другой игры не знаю, но частей Tomb Raider ещё будет достаточно много, так что о других играх я даже сейчас ничего не говорю. Как бы, я буду проходить, играть в сампы, проходить какую-либо игру. То есть, не так, как, допустим, там, 10 игр сразу начал, и ни одну не прошёл, может, там, одну только в серии 3-4 заснял, и всё. Вот так. Я, в принципе, сейчас могу во взвод ДПС войти, патрулировать, как бы, ездить по городу, но я подумал, смысла это особого мне не даст. Вот, так что я остался во взводе ППС, ну и буду стоять просто на постах. Да, кстати, я не включил, и сейчас ещё какая-то биндер, сейчас вот как раз его включу, приостановлю запись, давайте. Итак, в общем, проверка биндера, да, всё работает, быстро достал электрошокер, всё в порядке. А у меня есть 30 шота и где-то 21 дегла. Так, ну, 133, думаю, так, ты со мной не поедешь, чел? Или ты своей дорогой, а он своей дорогой хочет, хочет как бы поехать, не знаю, чё он. Так. У нас, кстати, здесь нападения одни идут сейчас, вон, смотрите, то есть нападение на госслужащего, как бы драка, я не знаю, чё происходит вообще в штате. В принципе, ладно. Так-то я вообще бандит на Твинке, не знаю, мне как-то пофигу на всю эту фигню, но, не знаю, поработать нужно, повышение нужно. Вот. Не знаю, давайте поездим, так как пост я брать не буду, так, там у нас... Тут у нас вроде ничего такого интересного нету, всё спокойно. Ну, я думаю, то есть всё спокойно. Помогает тащить офицера, не понял, ну-ка. Какого нахер офицера, я не понял. Вы чё, уроды? Чё? Эм... Я не понял. Не, в принципе, он наставил ствол. Так. А куда ты, ёпта? Трой РП. Трой РП. Так, он за руль сядет? Ну, понятно. Вот оно, ребят, трой РП. По сути, как бы, он с оружием, не с оружием. Мне на это вообще похрен. Так как я подъехал сзади, он наставил ствол на моего, то есть человек, который стоял там спереди, да, я его достал электрошокер как бы в спину, его долбанул им. То есть никакого он у РП с моей стороны не был, я считаю. Ну, блин, не наставлять же ствол на этого чувака, и не убивать же его, потому что это может... Он как бы может неправильно среагировать, и выстрелить в того чувака, пожертвовав своей жизнью, как бы. Тоже такое вполне возможно, да? Вот. А шокер, я считаю, самое правильное решение, которое нужно было предпринять. То есть сейчас вот, если кто знает очень хорошо все эти правила, ребят, напишите, правильно поступил, неправильно. Ну, я считаю то, что я поступил правильно, и как бы без шокера там бы никак не обошлось. В принципе, не знаю даже. Надо было ему, короче, просто ЗВ сразу вешать, и на НРП, и на НРП в машину его нахер сажать, и просто на 3600. Вот. Правда, я не знаю, сколько звезд за это все дело выдаются, но я думаю, 3 сразу буду выдавать, 7-3, или одну, там, не знаю, насрать вообще, сколько звезд выдавать. Вот. Самое главное, чтобы чувак сел и надолго, если, то есть, на НРП чел какой-нибудь, там, я не знаю, матерится, или оскорбляет сотрудника полиции, вы, например, вот, не знаю, сажаете его в машину, он там, иди нахер, ты там, пидорас, там, все дела, вот, начинают вас, там, оскорблять, да? Конечно, в России, если так оскорблять, то его, там, в камере отмудохают хорошенько, до полусмерти он, там, охереет, те же самые менты. Вот. А, Сан-Андрес просто посадят на 3600, ну, я бы с радостью, вот, посадил любого чувака, буду сажать вот так вот на 3600, как бы. В принципе, я считаю это правильным, чтобы посидел и подумал над своим поведением, что да как, меня вот сейчас на 3000 посадили с Твинка, я охренел. Вот там меня посадили по НРП, меня убили ФБРовцы, и было херово. Чё, вот чё, чё он скринет? Чё он скринет, а? Глупые, что ли? Ты с оружием, дура. В маске, глупый. Да, блин, не знаю, вот чё за чувак. Давайте наручники. Так, ладно, я думаю, они тут сами справятся, и что, шокером не могу ударить? Сберемся ещё, ну, блин. Ремовец по любому, по любому накатает жалобу, скажет, ой, меня там этот, по НРП, все дела, но я думаю то, что наше ПД посмеётся над этим делом, и закроет и пошлёт его нафиг. Как бы, на НРП со стороны их, я думаю, не было. В маске чел, не в маске чел, и чё. А он ехал на своём мотоцикле. Мотоцикл можно было запомнить по госномерам. То есть, видно то, что его там мотоцикл стоял, на котором он удирал, да? И, как бы, видно то, что он там стоял, да? Вот. Он на нём удрал от нас. Как бы, мотоцикл пробили там по базе данных, отыскали его, и всё, и вышли на этого преступника. А в маске, не в маске, это вообще насрать. Как бы, если вы, не знаю, на украденной машине поедете, вы купили украденную машину, предположим, предположим, то, что вам там продали украденную машину, и, как бы, у вас любой мент, которого, допустим, есть у них там задача отыскать эту машину, он видит её, опа, номерок совпадает, всё совпадает, оп, всё. Как бы, вас быстренько вяжут, и до разбирательства. Ну, а этого чувака, с него, считай, содрали ещё маску, вон там, содрал маску, была отыгровка через МИ, и, опа, привет, это ты по нам там, на нас, пытался напасть. Давай-ка в тюрьму тогда иди. Конечно, штат сейчас мёртвый, ребят, то есть, сами видите, побегать, покататься, не за кем, просто, ну, ну, нету народу, просто нету. Конечно, я бы рад сейчас погоняться с кем-нибудь, чтобы добавил какой-нибудь эпика, я не знаю, видео. Но, сколько ни езжу, вот попался один ремовец, который начал орать, типа, нонарпе, нонарпе, скрин, прапстам, форум, лалка, азаза, там, и так далее. Да, то есть, свои стандартные школьные слова, то есть, он решил выложить, вон, всё, его арестовали. Я думаю, его бы на 3600 посадить, пускай бы подумал о своём поведении, и посмотрел бы, как это хреново. Так, кто у нас тут есть? Это нормально. Ну что? Так. Бука, Бука, санбука, ё-моё. Чё ты смотришь? Вот если он меня выкинет, я его посажу. Насрали за какую-то точку, но я его посажу. Фривей, видели? Не видел ничего. Так. Не, ну тут всё спокойно, я считаю. Нормально. Ой, давайте посмотрим, проедем. Не погоня, не? Не, не, вроде не погоня. Хотя давайте всё равно проследим, он как бы, ну, может быть, там что-нибудь будет такое интересное, просто вот, иногда можно ездить по штату, да, и вот, например, когда я буду четвёртым рангом, там уже будет намного интереснее видео, потому что я смогу забирать права за езду без фар и выдавать штрафы. Опять же, нужно посмотреть таблицу штрафов, так как, ну, сколько штраф там выдавать и так далее и тому подобное, записать самые основные штрафы, к примеру, езда без фар, потому что большинство народу именно из них как бы ездит и думают, всё это безнаказанно и круто, так круто. Не понял. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Ой-ой-ой-ой. Дура, стой. Какого хера? Ну-ка стоять. Куда поехал? На-нахоль. Выходи, чел. Чёрт. Не смогу затазерить, наверное, да. Стоять, дура. Да ёпта хули я падаю. Да блять, пиздец. Извините за мат, но ё-моё. Как бы вот за этим говнюком бегу, он сейчас, наверное, побежит к такси, чтобы арендовать. Да, он бежит к такси, он хочет арендовать машинку и свалить. Ещё давайте. Поступим умнее. Поступим умнее. Просто захерачим его шокером прямо вот тут вот. А где ты, ё-моё? Куда ты побежал, родной? А где бомж-то, ё-моё? Он чё, ловнулся, что ли? А, вон он! Бичуган, мать его. Так, давайте ещё через верх побежим, посмотрим, как он будет. Если он будет подниматься, то, опять же, мне это даст немножко вору. Сейчас херачил по пробелу здесь. Да, он, вон, а, вон, 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 вон. Скутер! Скутер взял! Пидорас! Пидорас! Блин! Смотался от нас бомж. Ну, ребят, не знаю, потерял я, не знаю, скилл свой, это во-первых. А во-вторых, у меня клавиатура долбанутая, я в этом месяце буду заказывать новую клавиатуру, у меня пробел сломанный. Чего? Да ладно, забей, у меня вон там машина стоит. Вон там кар мой. Таксист смотался, блин, всё, хана, жесть. Так, его такси пропало, моя машина не пропала. Серёг, ну чё, покажи паспорт. Да ё-моё. Так, а как мне его тогда показать? У меня же этот, ну, так что ли? Не знаю. Ладно, скажем, ну зачем? Я не могу показать, у меня биндер. У меня биндер на однёрку настроен. Не могу биндер на однёрку. Ну, думаю, он понял. У меня есть серьёзный, как бы, биндер, и я ему не могу показать, как бы, у меня пропускается всё дело, например, вот, например, вот, видите, однёрка, вот, просто вот так вот. А если вот так вот это сделать, это идёт арест. И вот дела. Не знал просто, куда его пиндюрить, и вот так получилось, поставил сюда. Да, конечно, ребят, жесть. Блин, ещё и друг друга врезали. О, врезались. Всё нормально. Ах ты, пидорюга. Блин, чё за люди, а? Ну, этого мы не догоним никогда, это понятно. Этого мы не догоним, это Инфернус, 122 километра в час. Хер мы его, когда догоним на своих карантайках. Да? Ну, понятно, он уже всё свалил. Его уже есть лет простыл, так скажем, так что, смысл за ним гоняться я не вижу. Дали бы нам, не знаю, хотя бы мотоциклы какие-нибудь, типа, по типу энергии, кстати. Тет вот без фар ехал, но, не знаю, останавливать, гоняться за ним, не гоняться, не знаю, даже пофигу. Таксист, конечно, вообще охреневший был. Начал убегать. Надо по нему было пару пуль просто пустить в него, чтобы он там умер. И всё. Или же на машине за ним, ну, продолжать преследование из машины, просто его там хернуть. Тоже, опять же, РП бы было. Потому что шокеры есть не только обычные, которые вот так просто там тыкают в человека, его бьёт. А есть такие, которые на дальние расстояния как бы выстреливают, как пистолеты. Вот. И как бы открыл окно, выстрелил из шокера и, пожалуйста, всё, затазерил его. Тоже, опять же, нормально всё. Ни к чему не придерутся. Ну, разве что тупые люди, которые там на форуме в полканы бывают тупыми, они как бы дают выговор за это дело. Мне, кстати, дали выговор за то, что я там заехал, ну, как выговор, предупреждение о том, что я заехал сверху. Вообще считаю это бредом, потому что, как бы, заезжать, какая разница, откуда мне заезжать, как бы. Я могу и сверху, и снизу заехать, это вообще пофигу. Вот. Притом, тут никто не стоит на КПП, тут просто никто не стоит, видите? То есть, вот, ну, где кадеты? Вот, я через этот вот вход заехал, а она через тот, через нижний, дома. Вот. Кадетов нету. Не знаю вообще, чё, да, как, как бы. По сути, первые ранги сейчас должны быть онлайн, давайте посмотрим. А, нет, нету. Только вот, Сергео Касту и я, как бы. Остальные уже в высокие ранги, вон, шестой и девятый, как бы. Ну, нормально, четыре человека, так, от какой у нас? У нас шестой поехал. Так, вон, опять же, там, наезд на пешехода выдают. Ладно, вообще, ребят, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Барон. Всем пока.